Здравствуйте. Facebook – самая крупная социальная сеть в мире, насчитывающая более миллиарда пользователей и еще 500 миллионов ботов, это мое оценочное суждение, наконец-то стала осознавать в лице ее генерального директора Марка Цукерберга, что она стареет. И для этого появились все признаки. – No. – Powerpoint? – No. – Publisher? – Not really. – Exactly in what area of technology are you proficient? – Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter, you know, the big ones. – I'm surprised you didn't say Facebook. – That's for old people, like my parents. – That's funny. – Да, в последнее время такие тенденции действительно происходят. Еще 10 лет назад я только открыл свой аккаунт в сети Facebook и обнаружил, что там, например, нет младшего поколения. Они все сидели тогда в ВКонтакте, потому что это была более продвинутая, более интересная для них сеть, которая была много разрешена из того, что было запрещено в Facebook, включая музыку, видео и так далее. Но со временем та молодежь, которая приходила в Facebook, она повзрослела. Точно так же, как повзрослел Марк Цукерберг. Итак, что же сейчас думает о своей сети и с чем сейчас столкнулся и борется основатель сети Марк Цукерберг, состояние которого более 71 миллиарда долларов. Огромная группа разработчиков Facebook посвятила все свое рабочее время на протяжении этих 10 лет для увеличения прибыли акционеров Facebook, научилась правильно манипулировать общественным мнением и вашими лентами, для того, чтобы заработать максимальные рекламные доходы. Сейчас вы можете открыть свою ленту Facebook, я могу вам показать свою. Приблизительно каждый третий пост в ленте – это реклама. Но помимо еще этой рекламы возникают непонятно какими моими друзьями отмеченные понравившиеся рекламы других брендов. В общем, можно сказать, что приблизительно от 25% до 3% всего пространства Facebook – это реклама. И эта реклама хорошо таргетирована, она умеет следить за вами, она знает все ваши пристрастия, она анализирует ваши социальные графы, ваши контакты с друзьями, весь ваш вокабуляр, который вы постите в этой сети, если вы пишете туда тексты сами, а не делаете их копипейстом, и на основании этой информации предоставляет вам таргетированную рекламу. Эффективность очень высокая, гораздо выше, чем у поисковиков. Так в своем новогоднем послании в своей сети Facebook Марк Цукерберг как-то заметил, что создание огромного количества децентрализованных якобы социальных сред и систем привели только к тому, что власть не децентрализовалась, а наоборот централизовалась. Чуть позже за этим постом последовал очередной пост, в котором Марк Цукерберг сообщил о том, что грядут изменения в Facebook, и теперь вы в своих лентах будете чаще встречать сообщения от ваших друзей, от ваших семей, от ваших близких, и реже не относящиеся к таковым. Реакция Уолл-стрита была неизбежной. Акции Facebook упали мгновенно на 4,5% после этого объявления, потому что такое объявление содержало в себе только один смысл – рекламодатели будут получать меньше дохода от рекламы. Естественно, ряд акционеров Facebook выразили также свое недовольство Марку Цукербергу за это решение. Но возможная правильность и мудрость такого решения Марка Цукерберга состояла в том, что, как сообщил журналист Тек Кранча, ему просто хотелось сбросить Вашингтон со своих плеч. Российское политическое расследование пролило свет на то, как Facebook использует свой собственный алгоритм с закрытым исходным кодом, как основной инструмент для централизации своей власти, чтобы преднамеренно упаковывать рекламный контент под пользователя, а пользователей для поставщиков рекламного контента. Еще более важным утверждением является то, что российские спецслужбы использовали возможности Facebook для того, чтобы повлиять на выборы в США. И это свидетельствует о том, что Facebook стал настолько большой, могущественной, политической, в том числе и силой, что может уже управлять общественным мнением целых государств. Новый алгоритм Facebook создает так называемые фокусные группы мыслящик-передовых людей, которые сами будут распространять тот или иной контент в зависимости от своих политических пристрастий. Facebook даже делать ничего не придется. Главное вовремя подготовить этот контент и расставить его в нужных местах. Такие люди, лидеры мнений, делятся заранее подготовленным контентом, особо не углубляясь в его изучение и не проверяя, является ли он подлинным или подложным. Но Марк Цукерберг также этим показал свою обеспокоенность тем, что пользователи Facebook проявляют все больше и больше недовольства. А известный гуру кибербезопасности Брюс Шнайер однажды заметил в своем посте, что не ошибаетесь, думая, что вы клиент или пользователь Facebook. Вы продукт Facebook. Прошло некоторое время, как многие умные пользователи сети Facebook поняли, что они получают, производят и распространяют контент, который управляет трафиком Facebook, который представляет рекламодателям наиболее подготовленную и нужную им аудиторию для зарабатывания денег. При этом сами эти лидеры мнений и сами пользователи Facebook за это не получают ни копейки. И что еще хуже, совершенно бесплатно пользователи Facebook вынуждены смотреть на тот контент, на ту рекламу, которую они просто не хотят видеть. Хотелось бы увидеть тех людей, которые занимаются криптовалютами, майнингом, вообще являются специалистами, интересующимися людьми в этой отрасли, которые хотели бы видеть в своих лентах сообщения о новой книге или о новой системе Джеймса Альтухера. Вообще, Джеймс Альтухер интересный автор, и он был замечен в издании очень интересных книг, которые он сделал сам и разместил сам в Амазоне. Одна из таких книг, которую прочел давно на английском языке, была «Выбери себя», «Choose yourself». Книга действительно интересная. Книга о том, как он потерял все и как он восстал, как птица Феникс из пепла. Но тут возник другой популярный тренд криптовалюты, и, конечно же, Альтухер не мог на нем не попиарить. Да, действительно, разные виды рекламы существуют в Фейсбуке, и рекламные агентства, специалисты в маркетинге, которые занимаются маркетингом в Фейсбуке, расскажут, насколько она эффективна или нет. Одна моя знакомая, 3 года назад, которая открывала салон красоты, поместила рекламы на 150 долларов в Фейсбуке ровно на один день, и получила реальных клиентов на открытие своего салона. Тогда она была эффективной. Но что интересно, потратив точно такие же деньги на другие каналы рекламы, она не получила ни одного клиента от них. Соответственно, реклама в Фейсбук более сфокусирована, она более правильно подбирает тех людей, которым, может быть, эта реклама интересна. С другой стороны, рекламодатели и акционеры в Фейсбук совершенно не чувствуют опасности исхода клиентов. Но ведь мы с вами помним, что когда Фейсбук пришел на рынок, он похоронил такую сеть, как Майспейс. Они не допускают, что то же самое может случиться с Фейсбуком. Клиенты постепенно начнут уходить из Фейсбука, и он сдуется точно так же, как сдулся Майспейс. Разрешение этой проблемы может лежать только в области криптовалют. Цукерберг поклялся, что будет изучать самым пристальным образом вопрос введения собственного токена. И мы точно знаем, что сейчас выделена большая группа среди разработчиков Фейсбука, которые занимаются проблемой токенизации трафика, ну и как факторы, как следствие собственного ICO. Учитывая тот факт, что Марк Цукерберг и разработчики Фейсбука уже неоднократно подходили к проблеме токенизации своего сервиса, но много раз бросали это, это могло бы случиться в этот раз, но скорее всего не случится, потому что Фейсбуку отступать некуда. Позади истощение и полное забвение. По общему признанию, Фейсбук может применить при своем ICO достаточно рудиментарную модель, когда для начала будет выпущен большой пул токенов, который будет распределен среди акционеров, и меньшая их часть будет распределена среди пользователей, для того, чтобы поощрять их смотреть рекламу в лентах Фейсбука, а также для того, чтобы генерировать прибыль в отношении клиентов Фейсбука, которые создают свой собственный UGC, User Generated Content, то есть которые создают контент сами, который является интересным для других пользователей Фейсбука. Таким образом, Фейсбук внутри себя создаст рынок, на котором создатели контента смогут монетизировать свои труды. Стоимость же самих токенов была бы плавающей по отношению к доллару США и к другим криптовалютам. И Цукерберг считает, что в этом и состоит будущее Фейсбука, установление баланса между рекламодателями, создателями контента и его потребителями. Но уже есть достаточно хорошо опробованные системы распределения трафика за токены, сделанного токеном BAT и его браузером Brave. Единственная заминка здесь в том, откуда браузер узнает, какой контент является оригинальным, а какой является просто кописпэщенным откуда-то. Идеи так называемых жетонов репутации будут созданы для того, чтобы сами пользователи могли отделить оригинальный контент от того, который просто копируется и размножается. Интересно, кто этим будет управлять. Очень трудно себе представить, что Фейсбук отдаст вот это децентрализованное управление токенами в чужие руки. Тем не менее, если бы он действительно хотел распаковать, освободить вот эту живительную силу сетевых эффектов, открыв свои токены для истинной децентрализованной продажи и распространения, то в конечном итоге децентрализованный рынок мог бы привести к гораздо более взрывному росту, а следовательно и к доходности на основе токенов для акционеров самого Фейсбука. Цукерберг понимает, что если он действительно хочет экспериментировать с децентрализованными системами, о чем он неоднократно заявлял, то публично выпущенный крипто-токен – это самый лучший способ достичь результата. Социальная медиа-модель очень нужна Фейсбуку для того, чтобы вернуть людям контроль в их руки. Но, на мой взгляд, именно Марк Цукерберг, а надо знать этого человека, человек, который отдал 99% своего состояния на благотворительность, как раз и способен на такой поступок. Именно такая платформа даст людям простор для творчества и возможность выражать свои идеи наиболее полно. Итак, как же русские хакеры пробрались в Фейсбук, взломали защищенный алгоритм Фейсбука и стали постить новости, поддерживающие на выборах кандидатов президента Дональда Трампа? Вот одна из реальных историй, которую открыли нам журналист Бас Фит Крейг Сильвермен и Лоренс Александер. Расследующий факт поддержки кандидатов президента Дональда Трампа журналисты Бас Фит обнаружили, что топ-100 сайтов, которые поддерживали Трампа в период его избирательной кампании, хостились из одного и того же места. И это была бывшая Югославская республика Македония. Именно так называется это государство. Я сам, стоя в очереди на ресепшен одной из гостиниц в Европе, видел, как люди протягивали паспорта, на которых было написано это длинное-длинное название. Бывшая Югославская республика Македония. Почему именно так называется эта республика? Потому что есть земля или область Македония в Греции. И когда Македония после распада Югославии регистрировалась как независимое государство, Греция воспротивилась тому, чтобы какая-то республика называлась Македонией, поскольку Македония есть в ее составе. Таким образом, он принял решение назвать эту республику бывшая Югославская республика. Не очень почетный паспорт, на самом деле. Я представляю, как бы выглядел человек с паспортом бывшая Советская республика Россия. Приблизительно то же самое. В период избирательной кампании Дональда Трампа все средства массовой информации, крупнейшие средства страны, которые, как известно, принадлежат ясно кому, не будем говорить здесь кому, но все они находятся в единых руках. Они все поддерживали, естественно, кандидатов в президенты Клинтон. Именно Хилари Клинтон выставлялась как наиболее желанный, наиболее адекватный, наиболее поддерживаемый народом США претендент. До тех пор, пока не была вскрыта ее личная электронная почта, и оттуда не появились дурно пахнущие факты, которые характеризуют Хилари Клинтон не с лучшей стороны, по некоторым сюжетам достойно уголовного разбирательства. Но об этом средства массовой информации в США не писали. Но информация все же просочилась. Откуда же она просочилась? Сейчас демократическая часть парламента США, и не только парламента США, утверждает, что это все дело рук русских. На самом деле, все эти 100 топовых изданий, которые поддерживали Дональда Трампа, поддерживали его из бывшей Югославской республики Македония. И причем этим занимались двое 16-летних подростков. Их заработок в те времена, когда шла избирательная кампания Трампа, достигало 3 до 5 тысяч долларов в день. Ну вот, например, один из заголовков таких газет. Одна из таких газет сетевых называлась WorldPolitics.com – Мировая политика. В ней был громкий заголовок. Пожелавший остаться неизвестным, источник в ФБР сообщил, что Хилари Клинтон по результату рассмотрения ее почтовой переписки будет осуждена в соответствии с Уголовным кодексом США. Наконец-то наши молитвы были услышаны. Так громогласно заявляет заголовок этой самой сетевой газеты. Далее ссылка на статью этой газеты публикуется в самом Фейсбуке этими двумя молодыми 16-летними подростками. И, конечно, для сторонников Трампа это было просто медом на душу. И, естественно, они распространяли эту информацию в своих профилях в Фейсбуке. Каждая статья была распространена 140 тысяч раз. Сразу же после этого маленький мальчик в далекой стране Македонии, находящихся в 6 тысячах миль от того места, где разразились бурные дебаты кандидатов в президенты, подсчитывал первые свои деньги от рекламы в Google AdSense. Между тем, маленький македонский городок с говорящим названием Велес и с населением 45 тысяч человек испытывал настоящий золотой дождь. От 145 сайтов в поддержку Дональда Трампа зарегистрировано из этого города. Эти сайты имели громкие говорящие названия. И здесь не откажешь молодым людям в их таланте в брендинге. WorldPolitics.com Чисто американские названия. Или TrumpVision365.com Или USConservativeToday.com А также DonaldTrumpNews.co И USDailyPolitics.com Оцените, какой полет фантазии у молодых людей. Все эти издания агрессивно печатали материалы в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа, поддерживающие его кандидатуру на выборах президента и встречали радушное приветствие всех трамповских сил, заинтересованных в США в приходе к власти нового яркого лидера. А Facebook регулярно отчитывался о повышении дохода в период избирательной кампании. Надо еще здесь понимать, что любой американский пользователь Фейсбука стоит в 4,5 раза больше, чем любой другой пользователь Фейсбука в любой другой стране мира. То же самое происходит и сейчас на карте Ютьюба. Например, тысячу показов рекламы в роликах, распространяемых в России, стоит около 2 долларов 50 центов. В Украине стоит полтора доллара. В республиках Средней Азии доллар 10, а вот в США 6,50. То есть двое мальчиков и один молодой человек из города Велес, из Македонии, научились генерировать трафик в очень короткие сроки и зарабатывать достаточно большие деньги. Итак, этот случай выявил явную дыру в защите Фейсбук, в возможности фальсифицировать кем угодно, все, что угодно, на основании только того, что идут хорошие рекламные бюджеты и от этого становится хорошо как Google AdSense, так и акционерам Фейсбук. Итак, македонский национальный регистратор доменов Meta.mk зарегистрировал более 150 политических, американских политических сайтов, зарегистрированные из этой доменной зоны, у которых в общей сложности, включая все аккаунты и всех подписчиков в Фейсбуке, общая подписная база составила полтора миллиона человек. Именно с этих людей рекламодатели получали большие бюджеты и делились, щедро делились с двумя подростками из Македонии. На вопрос журналиста, а почему вы так поддерживали Трампа, он действительно вам нравится, подростки ответили, что они даже не знают ему, им совершенно нет никакого дела до Трампа, просто новости в поддержку Трампа перепубликовывались гораздо больше раз, чем новости в поддержку демократов и Хилари Клинтон в частности. Вот и все. Громкие заголовки, которые придумывали ребята, вообще поражают своей креативностью. В одном из них есть высказывание Клинтон о том, что когда я вижу таких людей, как Дональд Трамп, идущих по Манхэттену в офис, я понимаю, что они достаточно тупые и хороши для того, чтобы быть офисным планктоном. Дальше сфабрикованные высказывания о том, что я не видел более вульгарной первой леди, чем Мишель Обама, например. Тоже вызвало очень большое количество перепостов. Ребята поняли главное, в заглавии самой статьи должна быть хайповая новость, которая просто будоражит умы американских граждан, привыкших к более-менее сдержанным заголовкам национальных газет. И эта новость гарантированно будет растиражирована по Фейсбуку. Далее, поддельное заявление основателя Вики Лидс Ассанжа о том, что, как я и обещал, Вики Лидс убила карьеру Хиллари Клинтон, ей не видать президентского поста как своих ушей. Но избирательная кампания закончилась, и к счастью для Трампа хорошо, и теперь мальчики потеряли свой доход. Но они не намерены останавливаться на достигнутом. Главное, они поняли, как работает интернет, как работает Фейсбук, и готовы дальше продвигать какие-то хайповые темы и зарабатывать на этом деньги. Они и сейчас зарабатывают деньги на Фейсбуке. Коиндеск опубликовал любопытный материал, который называется «Звезды Ютуба теперь смогут зарабатывать с браузером Brave, и именно эта схема очевидно будет положена в основу токенизации деятельности Фейсбука». Многие знают, наверное, такую монету, как Basic Attention Token, или BAT. Она торгуется на биржах, и этой монетой пользователи браузера Brave, который основан тоже очень известным человеком, создателем JavaScript и разработчиком браузера Mozilla Брэндоном Айхом. Дело в том, что когда вы смотрите ролики на Ютубе через браузер Brave, вы совершенно не видите никакой рекламы. Браузер умело ее отрезает. И для того, чтобы как-то поощрять производителей контента делать такой контент, для просмотра на анонимных браузерах пользователям, если им нравится контент, позволяется поощрять производителей контента такими токенами, которые предварительно раздаются каждому пользователю, который установил себе Brave. И вот именно эта схема, она в принципе сейчас взята за основу такого интересного сервиса конкурента Ютуба, как Вьюли. Я, кстати, себе завел там аккаунт, разместил все свои ролики на этом сервисе, предлагаю вам перейти по ссылке, зарегистрируется, это моя реферальная ссылка, за регистрацию вы получите 10 монет, которые, между прочим, торгуются на бирже, уже стоят каких-то денег. Вы сможете, если вам нравятся ролики, отблагодарить производителя контента, перечисливая ему желаемую сумму этих самых токенов, а также можете стать сами производителем контента и получать токены на свой аккаунт, если вы делаете интересный контент. Кстати, именно на этот сервис в юле я теперь буду выкладывать все свои ролики немного на сутки раньше, чем на канал в ютюбе, и туда же я в закрытом виде буду выкладывать некоторые ролики, которые для ютюба не предназначены в силу ряда ограничений. Я был вынужден сначала разместить, а затем снять два последних своих ролика, потому что они, дескать, не соответствовали с точки зрения ютюба правилам сообщества. Там были какие-то картинки дерзкие, были какие-то высказывания дерзкие, которые меня попросили убрать. Во в юле этого не происходит, поскольку дерзкими они были только с виду. На самом деле они несли себе в глубокий смысл, во в юле контент может быть снят только тогда, когда на него будут жалобы пользователей. Причем жалобы этих самых пользователей будут ранжироваться в зависимости от того, насколько пользователь активный или авторитетный. Я считаю это правильно. Из похожих сервисов есть Libri, но я там пока не смог ничего разместить. Уж довольно замысловата эта система. Там не для очень занятых людей, то есть надо много времени посвятить, чтобы что-то там разместить. Я, кстати, там, по-моему, даже не видел ни одного русского ролика. Но вот во в юле многие блогеры, в том числе известные, поддержали. Там есть Ларин, поддержали этот проект. Я вас тоже всех туда приглашаю. Не потому, что это реклама и мне кто-то заплатил, поддерживать любые вене, которые связаны с той или иной степенью свободы, с увеличением этой самой свободы. Возвращаясь к фейсбуку и к марку Цукербергу, я прихожу к такому выводу, и это опять мое личное оценочное суждение, что в 2019 году мы увидим этот FB токен FB коэн и увидим ICO фейсбука. Это неизбежно, поскольку количество активных пользователей у фейсбука со временем будет постоянно уменьшаться. Это мое мнение. А теперь вернемся в Россию и обсудим два очень важных для нас закона. Буквально вчера на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации появился проект закона о криптовалютах. Называется он Федеральный закон о цифровых финансовых активах. И вот его бы хотелось немножко разобрать. Проект этого закона достаточно коротенький. Он на три странички. Ссылочку я прилагаю внизу. Вы можете сами индивидуально его изучить. Насколько вам это будет интересно. Но самым главным здесь является то, что мы и так предполагали, о чем я уже предупрежу в одном из своих видео, что майнинг с введением этого закона. Кстати, внизу написано, что закон вступает в законную силу после месяца, осталось до того времени, весь майнинг станет незаконным в случае, если вы не предприниматель. А из чего это можно заключить? Уже прям в первом пункте в определениях отчетливо сказано, что майнинг это предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. И дальше здесь идет статья, которая в принципе противоречит проекту закона АБСО, который сейчас широко обсуждается в экспертных сообществах, лица, не являющиеся в соответствии с федеральным законом от 22 апреля 96 года 39 ФЗ о рынке ценных буак квалифицированными инвесторами, могут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тысяч рублей. Эта статья, с моей точки зрения, она очень сильно ограничивает возможность по приобретению токенов. При этом приобретение токенов лицами, не являющимися в соответствии с федеральным законом о рынке ценных бумаг квалифицированными инвесторами, осуществляется только путем зачисления приобретаемого ими токена на специальный счет, открываемый приобретателю оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся владельцем цифрового кошелька, использованным для хранения информации о приобретаемых токенах и порядке доступа к реестру цифровых транзакций. Таким образом, этот закон, я просто поясню, он в принципе закрывает право гражданам приобретать токены на ICO, на свои личные кошельки. Граждане смогут это делать только через уполномоченные организации, имеющие специальные лицензии, которые регулируются законом о рынке ценных бумаг Российской Федерации. Таким образом, кошелек, цифровой кошелек, на который приобретаются токены, в соответствии с тем самым закон о рынке ценных бумаг, может быть открыт только на такого, так называемого квалифицированного участника этого рынка. То есть, вы понимаете, это организации, которые имеют соответствующие лицензии, это вовсе никак не физические и даже не юридические лица. Процедура выпуска токенов, я так подразумеваю, что это ICO, опять же, это противоречит тому проекта законом об ICO, который сейчас обсуждается в сообществе, очень на скорую руку принят, но тем не менее, опубликование информационно-телекоммуникационной сети интернет-оферты, содержащие предложения о приобретении выпускаемых токенов, инвестиционного меморандума, а также иных документов. В принципе, сейчас это все делается. Инвест-меморандумы есть и белые книги. Далее, заключение договора, в том числе в форме смарт-контракта, направлено на отчуждение оплаты токенов и их приобретателям. Лицо, которое покупает эти токены, для физического лица, должен быть указан место жительства. То есть, это лицо полностью идентифицируется. Также здесь указаны права и обязанности лица, осуществляющих депозитарную деятельность, то есть, практически калька с закона о ценных бумагах. Но самая интересная статья в проекте этого закона является четвертая. Она называется «Особенности обращения цифровых финансовых активов». Позволю себе прочесть. Владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида или обмену цифровых финансовых активов на рубли, иностранную валюту или иное имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом указанные сделки, заключаемые с применением оператора цифровых финансовых активов, являющегося организатором торговли в соответствии с федеральным законом об организованных торгах, должны осуществляться в соответствии с правилами организованных торгов, цифровыми финансовыми активами, зарегистрированные в Центральном банке Российской Федерации. То есть фактически цифровые счета и цифровые токены приравниваются к обычным деньгам, а цифровые счета приравниваются к банковским счетам со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, в том числе по обязательству уплаты налогов на доходы. Таким образом иметь самостоятельно цифровые кошельки граждане не могут, они должны открыть счета у квалифицированных участников рынка, у которых и будут находиться эти самые цифровые кошельки. Открытие и введение счетов на цифровых кошельках должно соответствовать закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. И вот на этом месте возникает как раз наибольшее количество вопросов. То есть государство хочет загнать всю криптовалюту и всех участников рынка в стойло. То есть ни о какой вообще анонимности даже речи здесь быть не может. То есть ты гражданин, ты можешь купить цифровые валюты только на 50 тысяч рублей, смотри, но не больше. Мы даже там иностранные валюты, долларов можем купить неограниченно в принципе, а вот цифровые валюты не более чем на 50 тысяч рублей. На кого рассчитан этот закон, я вообще не знаю. Мне кажется, что более глупого закона трудно себе представить. Этот закон в принципе можно назвать о запрете цифровых финансовых активов Российской Федерации. Потому что ни один человек, как помните в письме из будущего с IQ выше 70, вот это делать не станет. Я не знаю, если найдется хоть один человек. Вообще в интернете, в сети есть такая шутка, как правильно переводить токены в Российской Федерации. Надо прийти в Сбербанк, написать заявление, это российский блокчейн, на рассмотрение перевода токенов. Дальше это заявление поступит во все субъекты Федерации. По почте России будет отправлено всем валидаторам, валидаторы поставят подписи. Потом в течение 30 дней они обратно отправят по почте их в Сбербанк России. Дальше вы придете, соберете еще 2-3 справки, поставите печать и получите свои токены. Вот этот закон, он приблизительно в принципе делает этот мем и эту шутку, которая размещена в интернете, более чем реальной. Он даже, я не знаю, я ничего более глупого, ну не то чтобы, нет, я понимаю, что конечно Минфин по-другому и поступить-то не мог. Потому что если Минфин скажет, что да, цифровая валюта имеет какие-то преимущества по отношению к обычному рублю, это было бы глупо. Тем самым он бы легализовал обналичивание денег, анонимные счета, возможность не платить налоги. Минфин это никак допустить не мог. Но вот то, что сейчас написано, я вижу, что это просто ну какой-то величайший нонсенс, он просто в голову не лезет. Вот вы можете высказывать свое мнение об этом. Мое мнение таково, что лучше бы такой закон было бы даже не выпускать, это было бы правильнее. Никакой регуляции нет, ну понятно, что общество этим занимается, но как бы государство делает вид, что оно не видит. Но отложили же выпуск российского крипторубля на июль 2019 года. Я думаю, что и подписание этого закона надо тоже отложить как минимум на год, для того, чтобы хорошенько подумать, что это за закон, каковы у него будут последствия. Я просто вижу, что никакие майнеры не будут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, если это, конечно, не огромные фермы с айсиками в пять этажей, а это просто люди, которые дома там на балконе себе втихаря майнят, ну вряд ли они пойдут регистрироваться. И вот эти все сказки, что мы узнаем, майните вы или нет по показаниям ваших счетчиков, ну это тоже доводы в пользу бедных. Ничего вы не узнаете, ничего вы не докажете, ну может там какие-то единичные случаи будут. И, конечно, если начнутся реальные посадки в тюрьму, конфискация оборудования и так далее, то майнеры просто затаятся, ну они все равно майнить не перестанут, понимаете. Дайте им какую-нибудь другую работу достойную, возможно тогда да, а так нет. Итак, давайте теперь просто по теоретизируем, поразмышляем, что же такое биткоин, кем он создан, что нас ждет в будущем, почему государства так сейчас взялись за его регуляцию, угрожает он им или не угрожает, кто является реальным его хозяин. И для того, чтобы нам правильно обсудить эту тему, я просто вам прочту ряд новостей, которые опубликованы в прессе. Итак, в этом виде есть информация о том, что Дориан Сатоши Накамото, это по странному стечению обстоятельств сотрудник ЦРУ и именно специалист в криптографической области. Очень странное совпадение, и между прочим, когда к нему стали приставать журналисты и прям совершалось целое паломничество с целью добиться какого-нибудь рассказа, как именно он создал эту криптовалюту, зачем, для чего, о тонкостях, он полностью открестился от этой темы, сказал, что он к ней не имеет никакого отношения, что вообще первый раз об этом слышит и даже собрал целый фонд, в который начал собирать деньги для того, чтобы платить своим адвокатам и отбиваться от желающих у него расспросить о криптовалюте. И что самое интересное, ну вообще по странному стечению обстоятельств, этот фонд он открыл именно в биткоине и принимал пожертвования в биткоинах. Второй человек, изучив труды которого, криптологи пришли ко мнению, что первый протокол биткоина принадлежит именно его оперу, это ученый университета Джорджа Мэйсона в Вирджинии, известный своим сотрудничеством со спецслужбами и также специалист по криптографии. Тоже очень странное стечение обстоятельств. Еще одна новость. Генеральный директор группы компании InfoWatch и сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская считает биткоин разработкой группы американских криптографов, работавших по поручению спецслужб. Об этом она сообщила, выступая в Санкт-Петербургском университете ИТМО, где Касперская представила презентацию на тему современной технологии, основы информационных и кибергоин. По ее мнению, под именем создателя биткоина Сатоши Накамото скрывается группа американских криптографов, однако, как каких-либо конкретных людей, доказательств к причастности к разработке Наталья не назвала. Биткоин – это разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в различных странах. Приватизировано как интернет, GPS, TOR, фактически это доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж, сказала предприниматель. Касперская также назвала смартфон удаленным контролируемым устройством, проданным владельцу для его развлечения, работая одновременной слежки за ним. О причастности к созданию биткоина ЦРУ и других спецслужб США уже не раз заявляли российские чиновники, в том числе лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский, но без наличия каких-либо доказательств пока что эти слова остаются в разряде домыслов. Появилась очень интересная статистика, кому же принадлежит все-таки биткоин. Проценты биткоина принадлежат всего 4% электронных кошельков. И 50% биткоина относится только к 1% таких электронных кошельков биткоина. Поэтому мы можем предположить, что в руках фактически одной группы людей находится более половины всех биткоинов. И мне не надо вам объяснять, трейдеры сейчас меня понимают, наверное, очень хорошо. Если бы я имел 100 миллиардов биткоинов, как бы я мог обходиться с его курсом? Да как угодно. Да я мог бы его обвалить до 10 долларов просто за несколько торговых сессий. Или даже за одну, если бы мне это было надо. Просто выставляешь в продажу, если мне принадлежит половина всего биткоина в мире, и продаешь. Потом потихоньку его откупаешь. То есть наживаться на этом можно бесконечно. Исходя из этой информации, я могу предположить, что большая часть биткоинов, не имеет ли ЦРУ отношение к ее созданию, не имеет ЦРУ отношения к ее созданию. Но большая часть биткоинов находится на 1% кошельков. И причем есть огромная сумма этих средств, которые не испытывали никакого движения, начиная с 2013 года. То есть они там просто лежат и ждут какого-то своего момента. Очень интересным фактом еще является появление в сети выступления генерального директора Джей Пи Морган, Джеймса Даймона от биткоина. Давайте его вместе с вами посмотрим, потому что, на мой взгляд, это заслуживает особого внимания. Я, конечно, понимаю, что на все более-менее значимые должности в этом мире назначаются так или иначе хорошие актеры. Но сходите в любой московский театр, там есть и более талантливые актеры. Почему вот на такие должности назначают актеров бесталантных? Но Джеймс Даймон стоит вообще особняком. У этого человека треть внешнего долга США в обороте. И вот он как-то вот здесь перебинтованной рукой, видимо, накатался на лыжах неудачно, на международном инвестиционном форуме позволил себе выступить. Давайте послушаем, очень интересно. Мне совершенно не интересен биткоин. Не знаю, почему все так обеспокоены. Вот начиная с этих слов. То есть этому человеку вообще биткоин не интересен. Абсолютно. Давайте посмотрим, насколько он ему интересен или нет. Дело в том, что Джейпи Морган, наряду с другими компаниями, подобными ему, был как раз инициатором тому, чтобы поставить блокчейн под контроль. И мы с вами это как-то обсуждали в одном видео. Но при этом ему он совершенно не интересен. Давайте послушаем дальше. Блокчейн – это технология, хорошая технология. Мы ее используем. Она будет полезна для многих различных вещей. Благослови Господь блокчейн. Думаю, что у криптовалют и цифровых валют тоже все хорошо. Ежедневный оборот Джейпи Морган составляет 6 триллионов долларов по всему миру. И это не наличные деньги. Все происходит в цифровом виде. Мы делаем это в цифровом виде через блокчейн. И пусть так оно и будет. Вот, оказывается, что 6 триллионов долларов у Джейпи и Морган идет через блокчейн. Это абсолютнейшая неправда. 6 триллионов долларов идет у них через SWIFT, через их аналоговую систему, которая создана в 80-х годах. И сейчас они едва сделали цифровой. То есть здесь наш уважаемый Джеймс Даймон лукавит. Послушаем дальше. Но это долларовая криптовалюта. Меня беспокоит не фиатный криптовалютный доллар, криптостерлинг, евро, иена. У них все хорошо. Я лично не понимаю ценности того, у чего вообще нет настоящей ценности. Вы можете делать все, что хотите. Мне без разницы. Вот. То есть человек не понимает, какая может быть ценность, например, у биткоина. Да, у него нет ценности с его точки зрения. А вот у доллара США, который печатается бесконтрольно, то есть его эмиссия не контролируется обществом, как мы с вами знаем, с его точки зрения у него ценность есть. Смех. Что я могу сказать, что в принципе еще не каждый стендап-комик американский вызывает такой вот искренний смех, тем более, что в зале находятся не люди, которые пришли на какое-то юмористическое шоу, а в принципе находятся достаточно серьезные люди, которые пришли на форум. Сегодня биткоин достиг снова рекордной цены. Мне совершенно неинтересны торги биткоина. Как они проходят, почему, кто участвует. Если вы настолько глупы, чтобы покупать их, то в один прекрасный день вы заплатите за это. Я уже говорил, что биткоин может стоить и 100 тысяч долларов перед тем, как упадет до нуля. Так, а вот здесь это интересно, что да, биткоин может стоить и 100 тысяч долларов перед тем, как упадет до нуля. Теперь давайте вернемся к той информации, которая говорит нам, что половиной биткоинов оплодают какие-то тугие кошельки. 1% кошельков. Я уверяю, что из этого 1% кошельков 100% торчат уши вот этих структур, которые представляет Джеймс Даймон. Абсолютно точно. Это вообще не вызывает сомнений. И то, что они могут их обрушить до нуля, ну это совершенно вообще в их силах и не вызывает никакого сомнения. Давайте дальше посмотрим. Когда-то луковицы тюльпанов стоили 75 тысяч долларов или что-то около того. Единственная ценность биткоина состоит в том, что есть другой человек, который заплатит за него. Если честно, я считаю, что это хороший шанс для биткоина. Есть множество покупателей, ежедневно участвующих в торгах. Может вы тоже купите биткоин и продадите их? Сейчас я говорю серьезно. Сегодня эти люди прекрасно манипулируют прессой, создают новости. Каждый день на CNBC непрерывно говорят о биткоине. Кого вообще волнует биткоин? Мировая экономика слишком велика. Только у Дж.П. Морган в обращении 6 триллионов долларов. А капитализация всех криптовалют составляет 50 миллиардов долларов с оборотом, может, в миллиард долларов в день. И еще кое-что о биткоине. Правительство. И дело не в технологиях. Именно правительство однажды уничтожит криптовалюты. Правительством нужно знать, где находятся деньги, у кого и что вы с ними делаете. Сейчас давайте-ка вспомним обсуждаемый нами сегодня закон о криптовалютах в России. Безусловно, правительство, да, они уничтожат. Да, у них есть все инструменты для того, чтобы как-то зажать и уничтожить криптовалюты. Безусловно, у них сконцентрированы в их руках огромные объемы этой самой криптовалюты. Давайте не будем наивными. Если понадобится обвалить их курс до нуля, они это сделают. Но это не уничтожит блокчейн и не уничтожит криптовалюты. Давайте послушаем дальше этого стендап-комика. Если вы этого не заметили. Верно? Правительством нравится контролировать свою валюту. Контролировать свою собственную экономику. Китай уже запретил криптовалюты. Вранье, манипулирование мнением. Китай запретил криптовалют. Китай не запретил криптовалюты. Там криптовалюты по-прежнему есть. И Китай по-прежнему занимает, по разным оценкам, от 40 до 60% всего майнинга биткоина происходит в Китае. Если бы Китай их запретил, то сейчас бы майнеров просто вешали на столбах. Там законы достаточно суровые. Поэтому вранье. Дальше. Япония. Говорят, что в Японии принимают биткоины. Но это не так. Стоп. А говорят, что в Японии принимают биткоины. Но это не так. Опять вранье какое-то. Ну вот даже недостойное такого высокого звания генерального директора Джей Пи Моргана. В Японии не просто их принимают. В Японии они пока что законны и легальны. В Японии открываются все новые и новые биржи. Поэтому, Джеймс, ты врешь. Это не так. Они хотят создать Джей Коин. Крипто-йену. Это фиатная валюта. Многие люди говорят, что криптовалюты похожи на золото. Это не совсем так. Золото ограничено. Оно существует уже очень давно. Говорят, что криптовалюты похожи на фиатные валюты. Нет. Фиатная валюта — это деньги, которые правительство разрешает законно использовать в торговле, и их приходится отдавать и принимать. А есть еще центральный банк, который может использовать их в своих целях и создавать инфляцию. Поэтому да, для биткоина найдется применение, например, если вы живете в Венесуэле, Северной Корее. То есть намеренно гротескная ситуация, если вы живете в Венесуэле. Кстати, американские сенаторы сейчас борются с этой национальной венесуэльской валютой Петра. И президент, тем не менее, в Венесуэле совершает турне по странам Персидского залива, встречаясь глазу на глаз руководителями этих государств и монархий, и предлагая поддержать их на предои сего покупку этой самой валюты Петра. Причем продажа этой валюты национальной, венесуэльской, она запрещена за боливары. То есть их можно купить только за свободно конвертируемые валюты или за другие криптовалюты. Действительно, вот такие вот люди, как Джеймс Даймон, вот с серьезным лицом, они и создают проблемы тем самым венесуэльцам. Они, вероятно, в будущем разрабатывают какие-то планы по созданию проблем другим криптовалютам. Но здесь совершенно ничего не говорится про Ripple. Я действительно так считаю. Это лучше, чем наличные деньги или депозит в этой стране, например, Куба. То есть он делает такие паузы, как бы ожидая, что сейчас должен идти гомерический смех. Но, как я с вам говорил в начале, это, конечно, лучший из всех комиков. Он даже, наверное, более смешной, чем Барак Обама, но вот не смешно. Но это последний раз, когда я отвечаю на вопрос о биткоине, потому что мне он абсолютно безразличен. Когда я сделал это глупое заявление, сказал, что биткоин – это мошенничество, моя дочь отправила мне электронное письмо, в котором написала «Папа, у меня есть два биткоина». И здесь идет шутка про его дочь. То есть как бы его дочь, она такая прогрессивная, отправила папе письмо о том, что у нее есть два биткоина. Ну, оцените шутку. Конечно, задел был неплохой, но в целом такое выступление стендап-комика Джеймса Даймона, как мне кажется, не особо удалось. Зато это каким-то образом проливает свет на какие-то планы мировой элиты, мировой банковской элиты, которой, безусловно, относится Джеймс Даймон по поводу этих самых валют. А теперь давайте сделаем небольшое заключение. Вот лично мое мнение, я считаю, первое, да, действительно, международная банковская элита, да, действительно, и правительство, принадлежащее этой международной банковской элите, и Центробанки, который он приводит в пример, действительно будут всеми способами пытаться ограничить, контролировать или запретить хождение криптовалют. Но, я полагаю, у них это не получится, уже не получится. Они упустили тот момент. Ни этот проект закона Российской Федерации, который, мне кажется, абсолютно нелепым, вот высказываете свое мнение внизу, что вы считаете на этот счет, ничего не сможет сделать. Ни вот такие вот деятели. Единственное, что они смогут сделать, они могут манипулировать курсами валют. И мы с вами прекрасно видели, в декабре произошла такая манипуляция. Но что произошло? Дело в том, что и члены этой самой элиты, они тоже входят в эти самые криптовалюты. Да, им все равно. Да, у них очень много других фиатных денег. Да, они будут пытаться всегда манипулировать рынком. Поэтому, если вам рассказывают какие-то особо умные трейдеры, что они знают все секреты, или если вы читаете такие книжки, как типа «Торгуй, как Уоррен Баффет», то вы сильно заблуждаетесь. Я вам могу сказать, как торгует Уоррен Баффет. Очень просто. Нет такого трейдера, который бы уже был 40 лет успешным на рынке. Ну, просто его еще не создали, его не существует. Потому что, если торговать по наитию, если торговать по опыту, по теханализу, я не знаю как, у вас никогда не будет такого результата, какой есть у Уоррена Баффета. Уоррен Баффет торгует очень просто. Уоррен Баффет использует свои связи в эстаблишменте, в том числе свое влияние на прессу. Когда надо, словами какого-то министра, или губернатора, или еще кого, он поднимает акции. Когда надо, он их опускает. Он их закупает всегда снизу и продает сверху. Вы так не сможете. Потому что вы не посвящены в планы мировых элит. И вот этот самый улыбающийся Джеймс Даймонд вам никогда не скажет, когда они будут валить биткоин, когда они его будут поднимать. На рынке побеждают сильнейшие. Поэтому я вам предлагаю готовиться к тому, что если вы хотите зайти в рынок криптовалют, он будет страшно волатильным. И это будет продолжаться всегда. Надо иметь терпение. Победить его окончательно, без ядерной войны, отключения электричества, криптовалюты, они не смогут. Но они смогут достаточно сильно ими манипулировать, для того, чтобы у вас отбить всякую охоту вкладывать туда деньги. Но если вы будете выдержанными и хладнокровными, то на этапе год, два, три, четыре, пять, эти валюты все равно будут расти. Несмотря на всю их волатильность, и это сейчас показывает вся мировая практика. Людей настолько достали вот эти Джеймсы Даймоны, вот эти Минфины России, вот эти налоги, вот эта слежка, вот этот закон о противодействии чему бы то ни было. Уже настолько достали, что они готовы верить вот этим волатильным, пусть ненадежным криптовалютам больше, чем они верят государству. Вот именно это настанет. То есть в определенный момент времени, вот эти вот смеющиеся Джеймсы Даймоны поймут, что ситуация выходит из-под контроля. Есть еще один достаточно успешный на этом поприще, на спекулировании валютами человек, о котором сейчас все молчат, и он сам молчит, это Джордж Сорос. Джордж Сорос как-то издал такую книгу, которая называется «Кризис мирового капитализма». У меня есть эта книга, я ее прочел, но сейчас в магазине вы ее не купите, потому что весь ее тираж был изъят. Там Джордж Сорос прям вообще в духе Карла Маркса подробно описал то, что мировая капиталистическая система нестабильна, она находится в кризисе и испытывает сейчас какие-то трудности. Но самая интересная мысль для меня в этой книге была выведена Джорджем Соросом теория рефлексивности и ошибочности. Теория рефлексивности и ошибочности это то, что не позволяет сейчас стабильно управлять ситуацией. Ведь что такое экономика, когда она появилась? Экономика появилась более пяти с лишним тысяч назад, ее и была воспроизведена в святых писаниях самим Моисеем. Суть этой экономики заключается в том, что бедные станут беднее, а богатые станут богаче. И так всю жизнь, все эти пять тысяч лет и происходило. И только когда появились криптовалюты, благодаря им бедные смогли стать богаче. То есть закон просто пошел вспять. И вот как раз это и не нравится мировым элитам. Потому что никакой экономики не существует. Экономика это жупел, это фиговый листочек для того, чтобы прикрыть вообще непристойные действия, которые пять с половиной тысяч лет вот эта самая финансовая элита производит с человечеством. В сущности, почему я называю экономикой лженаукой? Потому что все очень просто. На самом деле любая теория, если она правильная, истинная, она должна быть понятна любому человеку. Ложь непременно всегда запутанно требует специальных знаний, подготовки, диплома ВША или Гарварда. На самом деле экономика это лженаука, это попытка скрестить математику и человеческие пороки. Вот собственно что и есть экономика. И поэтому вами так легко манипулировать, потому что наши же человеческие пороки движут нас к цифровому, к денежному, к любому другому виду рабства, добровольного рабства. Поэтому не поддавайтесь, если вы решили серьезно приходить в этот мир криптовалют, покупайте криптовалюты, будьте готовы к тому, что вот такие вот Джеймс и Даймоны будут делать с ним все что угодно. Будут трепать, как вы свою дорожку на балконе, встряхивать. Но вы главное не встряхивайтесь, поэтому вкладывать в них последние деньги нельзя. Есть классический инвестиционный совет. Возьмите то, что вы тратите, если у вас есть отложения какие-то в течение половины года плюс 30%, оставьте себе это в деньгах, в золоте, в чем угодно. А вот если у вас есть чуть больше, чем вы тратите за полгода, вот эти деньги можете вкладывать в криптовалюты и не бояться, что они просядут, вырастут. Главное сохранять спокойствие. На продолжительном этапе ваши вложения окажутся прибыльными. Желаю вам спокойствия, уверенности в себе, всего доброго. Будьте добрее друг другу, но помните, что вокруг нас окружают волки, как сказал Виталик Бутерин. И волки это не скамеры в сети, волки вот они, Джеймс и Даймоны. Пожелаем им успеха. Всего доброго, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в телеграме, он внизу в ссылке. И для тех, кому интересна тема фотографии, хочу сделать объявление о том, что я полностью с этого канала убрал тему техники. Она теперь находится на другом канале, ссылка тоже в описании. Подписывайтесь, если вам интересна техника. Там, кстати, есть новый обзор про хороший микрофон. Если вы хотите записывать ролики на ютюбе, чтобы голос было хорошо слышно, посмотрите этот обзор. Желаю вам еще раз всего хорошего. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok